Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Баткин Антон Альбертович. Я являюсь преподавателем по направлению робототехника, Центра поддержки одаренных детей, Стратегия. Мы живем в мире бурного развития новых технологий. Сейчас практически каждую неделю выходит и появляется какое-либо новое устройство. И, в принципе, даже вы можете разработать при необходимости необходимые компоненты для того, чтобы создать устройство, которое пригодится непосредственно именно вам. В рамках сегодняшнего занятия мы с вами попробуем автоматизировать полив растений на базе микроконтроллера Ардуино. Что же нам, в принципе, для этого потребуется? Конечно же, необходима отладочная плата. Она является непосредственно мозгом нашего устройства. Ее мы будем с вами программировать, и она же непосредственно будет управлять различной подключаемой периферией. Конечно же, для того, чтобы мы могли подавать жидкость для наших растений, мы с вами будем использовать небольшую, но и достаточно компактную водяную помпу. Один из основных датчиков, который будет следить за состоянием влажности почвы, представляет собой вот такую вот схемку. И для того, чтобы нам непосредственно управлять большим током и подавать в нужные моменты напряжение на нашу водяную помпу, мы будем использовать вот такое вот непосредственно реле. Ну и, конечно же, наш испытуемый – это небольшой горшочек с растением. Давайте для начала более подробно рассмотрим нашу плату Ардуино. Она у нас разработана на базе микроконтроллера от Mega 328P с таксовой частотой 16 МГц. Обладает памятью 32 кБ и имеет 20 контролируемых входов-выходов для взаимодействия с различной подключаемой периферией. Несмотря на то, что характеристики достаточно простые, она позволяет нам создавать проекты, которые могут управлять хоть дронами, хоть автомобилями, хоть непосредственно для автоматизации каких-либо необходимых нам процессов. Итак, данная плата питается напряжением в 5 Вольт и может работать только непосредственно с ним. Для подключения периферии различных датчиков на данной плате предусмотрено два разъема мощностью 3,3 и, соответственно, 5 Вольт. При помощи этих разъемов мы будем с вами подавать питание на подключаемые нами датчики. И, конечно же, раз мы подаем плюс, то мы должны с датчика вывести и минус. Для этого на данной плате предусмотрено несколько разъемов GND, то есть Ground в переводе Земля. И, конечно же, самое, что нас интересует, это группа контактов, начинающихся с А0 для подключения аналоговых датчиков и контакты с правой стороны для подключения непосредственно цифровых датчиков. Разница в том, что цифровые порты могут работать с информацией, состоящей из двух элементов. Это непосредственно либо 0, либо 1. Сигнал есть, либо сигнала нет. Иначе говоря, кнопка нажата, либо кнопка не нажата. В свою очередь аналоговые порты позволяют нам воспринимать диапазон показаний с любого подключаемого датчика. В нашем случае это будет датчик влажности, и он будет нам говорить о том, какая же непосредственно почва находится в нашем цветочке в данный момент времени. Резинсивный датчик влажности представляет из себя две электронных пластины, которые мы погружаем непосредственно в грунт. Сухая земля имеет достаточно серьезное сопротивление, и между данных контактов проходит достаточно маленький ток. Как только почва становится влажной, ее сопротивление уменьшается, в свою очередь проходящий ток увеличивается. Таким образом данный датчик понимает, насколько влажная почва. Выходной сигнал при питании от 5 вольт непосредственно от нашего микроконтроллера лежит в диапазоне от 0 до 3,5 вольт. Отобразив эти значения на 10-битный диапазон, мы можем воспользоваться следующими приближениями, то есть показаниями, которые нам будет возвращать наш датчик. Если он возвращает показания в диапазоне от 0 до 300, это говорит о том, что почва сухая, сопротивление в ней достаточно велико. Если в диапазоне от 300 до 600, это говорит о том, что почва влажная, и, конечно же, свыше 600, означает, что наш датчик находится в воде. Следующим немаловажным компонентом является, конечно же, модуль реле. Как я говорил ранее, наш Ардуино работает только с питанием в 5 вольт, а для подключения различных насосов, различных электродвигателей нам требуется дополнительный источник питания. И непосредственно при помощи реле мы можем подавать питание на подключаемое устройство, либо его, наоборот, убирать. По факту реле представляет собой так называемый шлюз, который управляет большими потоками электричества при помощи достаточно маленьких сигналов. Непосредственно для того, чтобы подключить реле, мы с вами присоединяемся к трем контактам. В основном, в первую очередь, мы должны подать контакт, который от платы Ардуино будет питать данное устройство. Второй контакт, который подключается обязательно, это непосредственно минус, для того, чтобы электрическая цепочка полностью была замкнута. И, конечно же, третий, самый интересный пин используется для того, чтобы получать какие-либо показания с подключаемого устройства, либо непосредственно им управлять. У датчика влажности точно так же присутствуют аналогичные три контакта. Забегу немножко вперед. В зависимости от той периферии, которую мы с вами подключаем, количество контактов может быть разное. Но базово, конечно же, плюс-минус и один контакт для того, чтобы управлять подключаемым устройством. Ну и, конечно же, двигатель всего нашего процесса – это погружная водяная помпа. Как я уже говорил ранее, питается она на достаточно большом напряжении, до 12 вольт, но при этом имеет очень компактный размер и серьезные характеристики в виде подачи воды от 100 до 200 литров в час, что позволяет нам в любой момент интегрировать данную систему, размножить ее и при помощи данной конструкции обеспечить автополипт на большое количество растений. Итак, давайте в самом начале разберем с вами схему подключения. Датчик влажности подключается в аналоговый порт под названием А0 и непосредственно вставляется в почву. Для того, чтобы управлять помпой, мы подключаем с вами реле. К реле уже заранее подготовлены и запаяны контакты. Как видите, плюс проходит свободно, а минус как раз таки замыкает и размыкает наше реле. И в случае необходимости реле открывает шлюз, и поток энергии без проблем переходит в наш помповый массоз, он начинает работать. В случае, когда питание перекрыто, конечно же, он работать не будет. Давайте подключим все наше устройство. Делается это достаточно просто и быстро. Самое главное – соблюдать правильность подключения контактов. Как я уже говорил, при подключении датчика влажности один контакт у нас идет в разъем ГНД. Один контакт, как правило обозначенный красным проводочком, подключается к питанию. При работе с данным датчиком мы можем использовать 3,3 вольт. Ну и конечно же самое важное, это контакт, благодаря которому мы будем снимать показания с нашего датчика. Его мы подключаем, как уже договорились ранее, в аналоговый порт. И точно таким же образом у нас идет подключение реле-модуля. Контакт, обозначенный Г, сокращенно ГРАУНД, мы подключаем в минус. Контакт, обозначенный В, мы подключаем в питание. Ну и конечно же оставшийся контакт, как правило с обозначением С, у нас идет в подключаемый пин. В данном случае мы будем передавать всего лишь два сигнала, а именно включить наше реле, либо его выключить. Поэтому в данном случае мы можем с вами подключиться к цифровому пину. Итак, наша схема собрана. Осталось ее только запитать. И конечно же опустить нашу помпу в жидкость. Отлично. Схема в принципе полностью собрана. У меня не заняло больше, чем несколько минут. И собрать данное устройство может, как правило, в наше время уже любой желающий. Но приступим к самому основному. Это непосредственно программирование. Процесс разработки программного кода для платформы Arduino идет на специализированной среде Arduino IDE, синтезис которой похож на всем известный и давно уже изучаемый C++. Соответственно, разница лишь в том, что сюда добавлены некоторые функции для более удобной работы с данным устройством. Итак, давайте с вами быстренько рассмотрим листинг программы, которую вы в дальнейшем сможете настраивать под необходимые условия и задачи. В самом начале мы, конечно же, должны с вами объявить пины, с которыми мы будем с вами работать. Их я уже озвучил. Это пин номер 4 для подключения реле и пин номер A0 для снятия показаний с датчика влажности. В некоторых случаях мы можем подключать еще и определенные библиотеки, если это будут какие-то более сложные датчики. Вводим несколько переменных. И в самом начале, что очень важно, в функции вводит сетап мы должны с вами проинциализировать те пины, с которыми мы будем с вами работать. В данном случае идет инициализация пина номер 4 и пина номер A0 для того, чтобы в режиме считывания с них информации. В данной плате присутствует очень много пинов. Мы их можем использовать все, либо использовать в отдельном порядке. Но в самом начале в программе обязательно нужно указать, какие пины будут работать в конкретном устройстве. Далее мы с вами перемещаемся непосредственно к основной части нашего алгоритма. Он находится в функции void loop. По умолчанию она является у нас циклом. И в самом начале, конечно же, мы с вами должны снять и получить показания с датчика влажности при помощи функции analog read. С указанием того пина, к которому он непосредственно подключен. Информация от датчика перейдет к микроконтроллеру. И дальше с этой информацией мы можем с вами работать. Как мы уже с вами договорились ранее и видели показания, которые может возвращать данный датчик, мы с вами понимаем, что если показания влажности у нас будут менее 300, это говорит о том, что почва достаточно влажная и уже стоит и необходимо полить наше комнатное растение. Для этого реализована функция, которая постоянно сверяет показания с датчика с нашим диапазоном и управляет уже включением или выключением водяной помпы при помощи функции digital write. Digital это говорит о том, что у нас необходимый пин подключен в digital порт и уже к нему подключена у нас управляемая через этот порт реле. Ну что ж, как видите, программный код достаточно простой. Большую часть его занимают непосредственно комментарии, а для реализации автоматического полива нам потребуется не больше 10 строчек программного кода. И теперь давайте приступим к тестированию нашего устройства. Сперва непосредственно подключаем питание ко всем компонентам, подключаем, конечно же, питание к микроконтроллеру и запускаем нашу программу. Как видите, почва у нашего цветка достаточно сухая, соответственно, наша водяная помпа включается и подает на нее непосредственно воду в течение небольшого промежутка времени. Итак, спасибо за внимание. В принципе, каждый желающий может реализовать данное устройство самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok